Левит. 17 глава Левит. 17 написано, что если ты хочешь жертвы делать, в смысле пожертвовать животное, это обязательно делать в скинье собрания. И где ты находишься, вот, ну, именно там, скажем так, на скинье, который был палатка, который существовал до того, что у них был храм. So, he's emphasizing that they must sacrifice their animals, not just where they wanted, but at the tabernacle, at the tent, which later on was turned into the temple. И в чём смысле? Зачем такое ударение на этом? Why is there such emphasis on this? Я предлагаю, что есть у человека, у каждого человека, есть какое-то желание жертвовать. I suggest that there is a desire in human beings to sacrifice. Вот все как-то настроены, как религиозные люди, хотя есть атеистов, хотя есть те, которые говорят, что я чистый, нерелигиозный человек, я считаю, что как-то структура человека есть кое-что религиозное, тут часть есть внутри человека. И Бог особо хотел, чтобы они не просто так сделали по-своему, а чтобы они сознательно сделали всё это там его путём. То есть, это не просто достаточно считать, что, ну, я какой-то религиозный человек, да, у меня есть духовный струк, но поэтому я духовный, поэтому я с Богом. So it's not enough to consider that, well, I have a spiritual aspect to me, I have this here religious interest, and therefore I'm sort of okay with God. Почему? Потому что, в принципе, это часть нашего природы, и это существуется у каждого человека. А то, что Бог хочет, это чтобы мы будем тот религиозный импульс, эту религиозную сторону отдать Ему. What God wants is that we focus that religious side, that spiritual side, to Him. And this is the whole reason why we have church love. Почему? Мы не слушаем каждый по-своему. Ну ладно, я верю в Бога. Ну хорошо, я буду по-своему читать Библию, я буду по-своему молиться, и так далее. Почему? Собраться вместе. So, you know, why come to church, why gather together, why not just pray to God in your own room, when you feel like it, read the Bible as you wish, and so forth. Почему? Потому что Бог имеет, у Него есть какое-то намерение строить какую-то группу, и это в Его мудрости Он придумал так, чтобы мы не каждый по-своему, а нет, а чтобы, вот, все вместе, вот, как Его тело, и тело Христово. And so, God doesn't want us to each just do our own religious thing. He wants us to gather together in one, particularly in the body of Christ. Опять, в шестом стихе написано, что должны воскурить туг в приятное благоухание. Восподу. Сын, в шестом стихе, you must burn the fat for a sweet smell unto the Lord. Для им туг – это был самая хорошая часть животное. For them, the fat was the best part of the animal. Для нас это вообще мясо, которое является самая лучшая часть. For us, it may be that the meat is the best part of the animal. Для им это было туг, but for them it was the fat. И так получается, что то, что для тебя самое ценное в нашем культуре, нам надо это предлагать Богу. And so, whatever it is in our culture, be it fat or the meat or whatever, whatever in our culture is the best, we are asked to offer, to give to God. И написано, что это было бы приятное благоухание Господу. And it says that that would be a sweet-smelling savor to the Lord. Это чудесное понятие. This is a wonderful idea. Это в том, что мы, как маленькие люди на этом свете, как муровой здесь, который бегает на земле, что мы сможем угодить Богу. That we, little people crawling around on the face of the earth, we who are like ants, really, on the face of the earth, that we can actually touch the heart of God. Это очень чудесное понятие, что мы сможем быть Богу угодно. It's a wonderful thing that we can actually please God. Наверное, считаем, а кто я? Как разве я могу трогать, тронуть сердце Бог, который так далека, не только в смысле дистанции, но и тоже в духовном плане. We think, well, how can I touch the heart of God, God, who is so far away, not only in terms of distance, but in terms of his spirituality compared to ours? И вот мы сможем, and we can. И, ну, написано, что когда хоть один грешник покается, есть радость на небесах, как пир, на небесах. That's why it's written, that when just one sinner repents, there is like a party going on in heaven. И, если весь космос в этом плане радуется о том, что один человек вернулся Богу. The whole cosmos is alive, with joy that just one person has turned back to God. И это не только говорится о крещении. And not only, that doesn't only refer to baptism. Парни стоят там на остановке, и вообще на улице, принимая, призная, что, ну да, я не то сделал. И по-честному перед Богом покаяться, раскаяться. Это вот умеется тронуть в самом сердце Богу на небесах. So, there's a guy standing at a tram stop, or in the street, and his conscience touches him, and he feels that he has done wrong, and he prays and repents to God. That touches the heart of God. Это требуется, конечно, веро, что я могу так тронуть в его сердце. It requires a lot of faith to believe this, that I can touch the heart of God. Но вот мы сможем, у Бога есть столько чувствительности к нам, что это на самом деле получается так. But God has got such sensitivity to us, that actually that is how it works out, that we can touch his very heart. И это, в своем очереди, очень ободрительно. Это ободрается человеку, смеется ходить к Богу, приходить к Нему, зная, что он, это так легко ему угодить в этом плане. And this is a great encouragement to each of us to serve God, to come to God, because you can please Him, it seems very easily. Понимаю, конечно, что большинстве людей на этом свете, вообще у них некогда для Бога. А когда он смотрит с небеса сюда, это, конечно, трагичнее картину. У никого нету, никакой интерес, никакое желание для него. So when God looks down from heaven upon the earth, it's a pretty tragic picture. No one's got any time for Him, no one has any real spiritual interest. А когда он видит, что по крайней мере, я хочу, у меня стремление, для него, к Нему. Это должен быть для него чудесный. And so when God looks down from heaven, and He sees that we at least have a desire, have an intention, an ambition to serve Him, to please Him, even in our weakness, this must be so thrilling for Him. Седьмой стих. Это нельзя приносить жертв своих идолам. Но надо Богу. Но это кажется очевидным. It says in verse 7, don't offer your sacrifices to demons or to idols, but to God. Well, that sounds obvious. Но это не так очевидно. То, что Бог имел в виду, у вас есть какое-то желание, какое-то клонность, на всяком случае, имеет свою религию. Принеси жертву кому? Я хочу, что это именно ко мне. But I think what he means is, you have a desire, inborn desire, to sacrifice, to have some relationship with God, and I ask you to put all that love into me, your spiritual side, onto me. Седьмой стих. Он говорил о идолах, своих идолам, за которыми блудно ходят они. Idols, after whom they have gone, I hoarding. Если они сделали блюд с идолами, получается тогда, что Бог является нашим мужем, скажем, и мы являемся его невестой. И если мы не будем верны, то это получается блюд. So if we can go a hoarding after idols, then it really shows that we are his bride, his special one. Получается, что каждое отношение, которое у нас есть с идолом, получается, как у нас есть. Какое-то неверность Богу. So every flirting with idols is some form of unfaithfulness to God. И это страшное понятие. It's a terrible idea. Но это так. But it's really so. И, конечно, у нас идолов, в смысле истуканов нету. We don't have idols in the sense of images today. Но мы все понимаем, что у нас столько идолов есть в жизни. В смысле, в психологическом уровне. Куда кому мы всегда хотим как-то обратиться. Those idols, those things in our psychology to whom we always, it seems, want to go. И это неверность. И неверность Богу. And this is unfaithfulness and unfaithfulness to God. И он является, конечно, самый хороший муж, самый хороший любитель. Мы не сможем сказать, что он как-то нас не любит, что он не тот, что молит. И поэтому, поэтому, я так и так сделал. And there is no excuse because he is the greatest lover. We have no excuse to say, yeah, well, he wasn't really a very good guy to me. He wasn't this. He wasn't that. You can't say that about God. 10-й стих, verse 10. And I will set my face against the person that eats blood and will cut him off from amongst his people. because the life of the flesh is in the blood. То есть кровь предоставляет жизнь. So the life, the blood represents life. И Бог имел в виду, что это нельзя, поэтому, это нельзя кушать кровь из-за этого. Ну, это говорится во время закона Моисеева. And so that was why it wasn't allowed under the Lord of Moses to eat blood. Потому что жизнь должна быть для Бога. Quite simply, because life must be for God. Это нельзя для нас, вот это, кровь для себе взять. То есть жить жизнь только для себе. Это должен быть только Богу. So it's, the whole teaching is that we are not to live life, take our lives for ourselves, but to give life to God. Получается тогда, что если кровь является символом жизни, и то жизнь нам должна отдать Богу. Бог сказал, что если вы это не будете делать, то я буду обратить лицо Моей на душу того, кто будет есть кровь и истреблю ее из народа ее. So God says, if you will not do this, if you're going to take the blood and drink it, if you're going to keep your life for yourselves, then I will take your life from you. И явиться, проявиться тогда какой-то логик. And so that develops here a kind of logic. Если не будешь дать мне тот жизнью, то я буду тот жизнью взять от тебя. If you don't give me that life, then I shall take your life from you. И так, это получается, что Бог дал нам жизни, но это абсолютно необходимо отдать и передать тот жизнью ему обратно. And so, it works out that God has given us life, but in order that we might give it back to him. И, конечно, в полной мы живем в мире, где людей, к сожалению, живут только для себе. И это, в рамках закона Моисеева, это так, как человек, который пьет жизнь, пьет кровь и не отдал Богу. Мы живем в мире, где люди живут свои жизни для себя. И так, как человек, который пьет жизнь, who took the blood and drank it himself and did not give it to God. Когда написано, что я, то есть, Бог, истреблю ее из народа ее, что это значит? When it's written, that I will cut him off from among his people, what does that mean? Нету примеров, поскольку я знаю в Ветхом Завете, где Бог видел, что человек не то сделал и как-то истребил сам тот человеку. I don't see any historical examples where God in the Old Testament times just isolated an individual in Israel and just killed him. Тем более, здесь написано кровь и так далее, но никто это не видел бы. Если, допустим, человек убил животное и пил с кровью и не сделал то, что здесь написано, но никто это не видел. especially with this matter of drinking blood, if somebody killed an animal and ate it with the blood, well, nobody probably would ever notice. Но у нас нет такой примеров, где из-за этого человек вот сразу умер. But we have no example of where a person because of that just suddenly drops down dead. Поэтому я думаю, что это как-то на память Божья. Что он как-то это видел, что тот человек не то сделал и как-то он истребил тот человек из народа, свой слез народа Божия. Но это на его, в смысле на Божья память, на его запись, что вот тот человек удален. Так как в Новом Завете мы читаем о книге жизни, так как у Бога есть список. Тех, которые будут жить вечно. Так как Бог как-то удалил, стирал тот человеку из этого списка. So, I think that, I prefer to think that it means that God just made a mental note about that person. Later on in the Bible you read about him having a book of life. There is, as it were, a list of people, as it were, and God, as it were, took that name out of that list. И тот же самый Бог смотрит внимательно на жизнь человека сегодня. And the same God looks at human life today. Он знает то, что мы делаем. Если потихонечко мы возьмем жизнь только для себе, или если мы будем отдать нашей жизни ему. God is watching as to whether we take life to ourselves or whether we give it to him. из-за этого это принцип, что Бог сказал, что нельзя кушать кровь, потому что кровь является символ жизни, и надо по крайней мере символически наливать тот кровь показывая, что да, я тот принцип признаю, и я обещаю, что я буду отдать мою жизнь к тебе. And so this is the whole point of this very important principle was that I recognize life is in the blood, I recognize that my life is not mine, it's God's, and so when I eat meat, I will pour out that blood to show that I give my remember Cain and Abel Cain хотел дать Богу жертву из овощей. Remember how Cain wanted to give a sacrifice of vegetables and fruit to God. Авел принесил жертву в качестве животное, and Abel brought an animal, и Бог принял жертву принесения Авела, а не принял жертву принесения Каина. And God accepted the sacrifice of Abel, but he didn't accept the sacrifice of Cain. А почему? Он не принял овощи и фрукты, а принял животное. And why was it that he did not accept the sacrifice of fruit and vegetables, but he did accept the sacrifice of an animal? Почему? Потому что тот животное, который Авел принесил как жертва, это имел, конечно, кровь. Because the animal that Abel offered involved the shedding of blood. Значит, Авел признал понятие, что жертва должен иметь какую-то кровь. А тот Cain думал, что это не столь важно. Он просто принес овощи, фрукты и так далее. But Abel didn't accept that principle and he just thought that you could get away with giving vegetables. Итак, нам придется тоже жертвовать Богу. So we also must sacrifice something to go. И нам придется жертвовать нашу жизнь. And the thing that must be sacrificed is our life. Это не вопрос о какой-то ритуал делать. Это вопрос о самом жизни отдать Богу. So it's not a case of ritual. It's a case of actually giving life, real life, to God. And that the law that we see this is it is like to struggle to life israelites every day. And in practice this law about the blood would have affected the life of the Israelites every day. Потому что роды каждый день они какое-то мясо кушали. Because probably every day they ate some kind of meat. И Бог имел в виду, что каждый день вам придется это делать, наливать кровь как символ, чтобы каждый день вспоминать, что да, кровь жизненно я обещаю сперва отдать Богу. And he wanted them every day, daily, to remember this, that I am giving my life to God. Every day they would have poured out the blood as they made their food every day. And again in verse 14 at the end. Everyone who eats blood shall be cut off. If you won't give your life to God, if you won't accept this principle that life is not to be lived for myself but for him, then your life shall be taken from you. And we have a life in one sense is just a flow of constant choices. И в принципе это получается буду ли я это делать для Господа? Буду ли я дать мой жизни для Него или просто для себе жить для себе And the choice in the end is am I making my decisions for God giving my life to him or am I just living life for myself as everybody else does and this is an eternally important principle All our life decisions должны быть на этом основании что я хочу мой жизни все отдать ему и не как-то использовать для себе all his life decisions must be made in that spirit that I want to give my life to him and not to just use it selfishly for myself в 15 стихе написано что если человек признает что ну да я кушал кров то придется для него вымыть одежды свои и омыться водою свой тел и если нет в 16 стихе если он так не делает то понесет на себе беззаконие свое so if 15 and 16 if a person recognizes that yes I have lived life for myself I have eaten the blood then they had to wash their clothes and their body and if they didn't do that then 16 he shall bear his iniquity we все так и сделали мы все в этом плане кушали кровь мы все жили жизни для себе and let's be honest we have all lived our lives for ourselves we have all as it were eaten in blood and so we have to repent of that and how we do that in that man out of and him water and that repentance was in terms of washing в воде. И это то, что мы сделаем, когда мы принимаем крещение. And that's what you do when you get baptized. Мы признаем, что я жил жизнью для себя. We recognize that I have lived life for myself. Как говорится, я кушал кровь и не отдал Богу. I ate the blood instead of giving it to God. Если человек не хочет это делать, и если же не вымоет одежду своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие своей. If he will not wash his clothes, nor bathe his flesh, then he shall carry his sin. Интересно, что тот метафор, понесет на себе беззаконие, это используется обезусе, что он понесет или носил на себе беззаконие наси. That idea of bearing inequity, carrying inequity, this is used about the Lord Jesus. That on the cross he carried our iniquity. Здесь насить на себе беззаконие. Это значит в принципе быть виновым. So to carry your iniquity basically means to be guilty. А написано, что Иисус носил на себе беззаконие наши. But it's written that Jesus carried our sins. Тут метафор несет на себе беззаконие. Это значит быть виновым. Получается тогда, что Иисус взял на себе наша вина. Наша вот виновность. And so that means, therefore, that Jesus carried our guilt. Это значит, что он был жертвой для нашей вина. He was our guilt offering. У нас все есть в каком-то мере вина. Хотя или сознательно, или внесознательно мы это признаем. And we all have carried guilt, do carry guilt, either consciously or unconsciously. И мы, наверное, переживаем виновен ли я для моего ситуации, которая у меня есть сегодня. Мы думаем, я частично виновен, частично это вина другого человека. We all think about our current situation in life, and we struggle with the question of am I guilty for this or is some other guy guilty. До того, степенье я виновен. До того, степенье другого человека виновен за моя беда сегодня. And we wonder to what percentage, to what extent am I partially responsible for my sufferings and my situation, and to what extent actually am I suffering because of the guilt and wrong of other people. Мы не сможем это определить, по-моему, до конца. We can't define those percentages to the end. Ну, просто-напросто Иисус является для нас жертвой для вина. But quite simply, the Lord Jesus is our guilt offering. Он понесет на себе беззаконие наши, то есть вина, наша вина. He bears and has borne our iniquity. He has carried our guilt. И не важно откуда тут вина. So, it's not in that sense important from where the guilt comes. Он понесет на себе беззаконие в нашей смысле наша вина. И все это ушел. He has carried our guilt and the guilt feelings should therefore get. Это чудесно. Жить так без вина не в том, что я горд и не из-за того, что я не обратил достаточно внимания на моем греховности, а верая, что на самом деле да, я виновен, но, но, он это взял. This is always wonderful thing to be able to live believing that he has taken my guilt away. From where that guilt comes is not the issue in view, but he has taken that guilt away. У кого есть, хочется добавить.